привет ребята вот я снова тот это исследователь сейчас темно но как я смотрю на экран вроде что-то видно это два длинных дома таких на улице бухареска и петербург невоград здесь вот это место именно я снимал что там пола проваливается и крыша козырек тоже все старое там пластины бетонные которые сбоку на железках все прожарила сам цемент пропускает воду еще посмотрите ролики они там лежат у меня можно найти и этот кусочек ремонт делают так что мое средство массовой информации работает хотя здесь был магазин и они может быть просто припахали по договору аренды вот этот новый кто влезу визжает чтобы он ремонт сделал и площадки перед домом напомню что собирается нормально денег на все на ремонт эти деньги просто неконтролируемо расходуется а проверить невозможно у даже у жильцов нет доступа личная инспекция прокуратура они не за людей даже если ты найдешь какой-то факт запишешь что-то они не заинтересованы поймать варюк не обязательно что жилищная инспекция именно получает деньги я как бы думал даже вот над этим вопросом сейчас постараюсь вам объяснить быстро не обязательно что они звонят друг другу дают какую-то взятку прокурору жилищной инспекцией но это такая органичная структура государства где тебя надо унижать и грабить как бы задана такая схема поэтому даже они могут не сговариваться иногда они сговариваются наверняка в основном просто ты есть дом там тебя грабит вор председатель т.с.ж. товарищ сотрудников жилья есть прокуратура где тебя в жопу посылают тебя надо все время унижать и грабить и тогда соблюдается вертикаль власти суть государства я так это понял потому что на самом деле денег предостаточно чтобы все ремонтировать там бы тратили они процентов 10 20 30 на до 50 все идеально было но это не нужно и наказание никакого нету но и не нужно прокуратура и жилищная инспекция они заняты какими-то своими делами преступными либо пуст пустохождением они же вот просто ходят зачем что-то делать они уходят зарплату получают зачем что-то делать это просто лишнее движение поэтому это не нужен и это все до свидания ребята подписывайтесь на мои сми